Добрый день, дорогие друзья! Приветствую вас в городе Куроктианапа. На календаре у нас сегодня 19 января. Поздравляю всех с великим праздником Крещения. И хочу вам сегодня, во-первых, представить Илью. Мы давно с ним не виделись, как оказалось. Он в станице Варваровская строит домики. Мы их с вами несколько раз видели, еще на начальном этапе. А сейчас мы с вами видим уже один дом с отделкой и уже готовые коробки четырех домов вместе взятых. Сейчас мы все у него узнаем, что почем, какие коммуникации, какие работы сделаны. Ну и это, наверное, одно из лучших мест для переезда к нам в Анапу, потому что инфраструктура здесь присутствует. До Анапы здесь совсем близко. И также до моря можно проехать в лучшие места. Варваровская щель с такой либо большой утрищ. Можно даже в Варваровскую щель прогуляться пешочком. Начнем? Друзья, всем привет! На самом деле давненько не виделись. Меня зовут Илья. Компания Рейтинг Новостроек. Мы сейчас находимся в Варваровке, улица Российская. Здесь мы производим строительство четырех коттеджей по проекту ХайТек. Они строятся на продажу. Мы занимаемся строительством по подряду. Можем подобрать вам участок, сделать проект, просчитать смету и построить ваш дом мечты. По коммуникациям, как и обещал в прошлом видео, которое давно снимали, провести центральную воду. Это собственная линия, она на нас заканчивается. Центральная вода уже при покупке наших домов, она уже будет у вас подключена. На каждый дом отведено 15 киловатт электричества, стоят столбы. Все коммуникации, интернет и электричество будут подведены под землей. Никаких проводов, ничего к дому торчать не будет. Дома мы все сдаем с благоустроенной уже территории. Это у нас входная группа. От красной линии до забора у нас 5,5 метров. Вот эта часть отведена под парковку на два автомобиля. Здесь будет выложена везде брусчатка и по бокам будет высажен газон. Ворота откатные. Забор будет собран из евроламелей. И колонны будут выставлены в таком же стиле, как у нас сейчас дом. При входе у нас клумба. Мы ее подсыпем. Высадим хорошее, красивое дерево, которое будет высокое на самом деле. Подчеркивать в принципе дом. Входная группа. Лестница в дом выполнена из морозостойкого керамогранита. И также положена на морозостойкий клей. Чтобы никакие морозы ничего вам не помешали. У нас встречают эти перголы. Они в стиле по проекту к дому подходят. На мой взгляд получилось довольно-таки симпатично. Сейчас мы подошли и получается стоим на первом уровне. Вообще у нас три уровня земли. Это второй уровень, это дома. И третий уровень, это уровень участка, который отведен под ваши уже нужды. На втором уровне у нас отмостка выполнена. Также из этой же плитки. И место, кто подозеленение оставит. Кто ко мне клиенты приезжали, говорили. Мы плиткой продлим и там сделаем какую-то зону барбекю. Ну в принципе это пространство для творчества. Также здесь это место позволяет, чтобы сделать лестницу, так как у нас вход в дом производится на второй этаж, а кухня на первом. Установить лестницу. Это уже по согласованию с покупателем. И у вас будет еще дополнительный вход сразу на зону террасы, на первый этаж и на кухню. Фасадная штукатурка у нас выполнена фирмой Церезит. Это камешковая штукатурка. И вот это такая фракция под дерево. Ребята ее заказывали за границей. Декоративная штукатурка у нас подчеркивает тоже элементы дерева. Весь дом у нас из 32 блока. Утеплен местами 5 сантиметров утеплитель пилопласт и местами 8 сантиметров. Это делалось не для того, чтобы где-то было теплее, где-то холоднее. У вас абсолютно будет теплый дом. Это чтобы подчеркнуть некоторые элементы в доме. Все окна и входные двери у нас установлены фирмой Краус. Средний сегмент в металлопластиковых окнах. Ну довольно очень хороший. И выкрашенный серый цвет дополняет дом. Ну это графитовый получается цвет. Заходим в дом. У нас здесь небольшой творческий беспорядок. Как и везде в принципе в настройках. Через 2-3 месяца у нас будет полностью уже вычлен. И дом готов в принципе к продаже. Дом у нас 165,3 квадратных метра. С учетом террасы. Жилой площади получается около 140 квадратных метров. На втором этаже у нас 3 комнаты. Зона гардероба и санузел. При входе нас встречает гардеробная. Она у нас 4 квадратных метра. Мы ее не закрываем. Она остается открытой. То есть вы ее можете сделать полноценную гардеробную. Поставить дверь. Либо оставить в таком исполнении. Чтобы было удобно раздеваться нескольким людям. Также у нас при входе в гардеробный находится электрощит. Интернет мы сюда заводим. Дальше мы попадаем в жилую зону. Также у нас коридор сделан так. Чтобы вы когда попали в дом. Либо пришли ваши друзья. То есть вы особо не затрагивали жилые помещения. Сразу спустились на первый этаж. В кухню-гостину. Где в принципе будете проводить все свое свободное время. Комнаты у нас 13-14 и 12 квадратных метров. На втором этаже. Две комнаты у нас квадратные. Они идентичны почти одинаковые. Одна, 14-13, половина квадратных метров. Что позволяет поставить кровать. Прикроватные тумбочки. ТВ зону выделить. И какие-то мелкие шкафы. Комоды тоже есть место куда поставить. Из двух комнат у нас выход на балкон. Балкон довольно с хорошим видом. Сейчас мы в январе. То есть у нас не особо зелено. Но в основном здесь на самом деле прекрасные виды на начало Кавказских гор. Особенно со второго и с третьего дома. Вид намного лучше, чем например с первого и последнего. Поэтому пока есть момент выбора. То я бы посоветовал выбрать второй или третий дом. Попадаем в зеркальную комнату. Она такая же квадратная. Абсолютно идентична первой комнате. Также двуспальная кровать. Две прикроватные тумбочки. ТВ зона. Выходим и попадаем. Здесь у нас такая же третья квадратная комната. Третья комната у нас чуть-чуть поменьше. На полтора квадрата, чем все остальные. Также имеет панорамное остекление. И здесь вид во двор. На втором этаже у нас также имеется санузел. Спроектизован специально под ванну. Под хорошую большую ванну. Не метр шестьдесят. А метр восемьдесят и более. Также здесь остается место под унитаз и раковину. И выведены, естественно, все коммуникации под вентиляцию. Сейчас спускаемся вниз и посмотрим как раз-таки то место, в котором вы будете больше всего на времени проводить. Потому что кухня, гостиная – это самые активные зоны. Вот такая вот лесенка поворотная. Я могу сказать по себе, что довольно-таки удобно идти. Ступеньки хорошие. Мы спустились на первый этаж. Под лестничное пространство оставлено под коммуникацией, теплый пол и так далее. Ну и также можно какие-то вещи там хранить. На первом этаже у нас большая гардеробная. Она порядка семи квадратных метров. Также в каждой гардеробной мы предусматриваем вентиляцию, чтобы вы могли вещи свои посушить, чтобы у вас там ничего не заванивалось и не было сырости. Это комната по проекту, ну не комната, а помещение. По проекту это минная комната, потому что она находится как бы в земле. По практике показывают, что холодильника, например, на кухне не хватает. Можно поставить какой-то напольный морозильник. Также какие-то банки, склянки, закатки и все остальное там тоже хранить. То есть это вспомогательное помещение для кухни, кто хочет, как называет. На первом этаже у нас санузел больше, чем на втором этаже. Здесь по проекту предусмотрена душевая кабина. Довольно большая душевая кабина. Здесь никаких душевых поддонов, ничего городить не надо. Просто ставим, грубо говоря, одну створку стеклянную и попадаем в хорошую душевую кабину. И также место остается под раковину. Инсталляция, унитаз, кто что хочет. Потолки на первом этаже у нас 3 метра, на втором 2,80. Ну и попадаем в кухню-гостиную. Кухня-гостиную у нас порядка 40 квадратных метров. Начну с зоны готовки. То есть этот пятачок у нас выделен под зону кухни. Зона кухни буквой П. Также выведена система вентиляции под электрокотел. И вот эти две трубы оставлены на всякий случай под газ. То есть Варваровка на данный момент у нас сейчас не газофицирована. Обещают правительство, конечно, когда-то ее газофицировать. Ну если вдруг вы захотите перейти на газ, будет в вашем поселке, то у вас все коммуникации будут уже для этого готовы. Это обеденная зона и вот здесь зона гостиной. По проекту вот здесь встает большой диван, здесь телевизор, можно какой-то камин. Не, настоящий, с вытяжкой просто обычный поставить. Если есть желание и нужда в четвертой комнате на первом этаже, здесь абсолютно без проблем. По проекту сделано так, что выстраивается перегородка, и у вас еще появляется четвертая комната. Это, знаешь, для родителей, которые не особо любят подниматься по лестницам, они живут на первом этаже рядом с кухней. Ну, я бы, естественно, так не делал. Это большое пространство для отдыха, творчества и так далее. И также у нас выход на террасу с первого этажа. Терраса и отмостки у нас выполнены из такого же керамогранита, как и входная группа. Также вот эти части, они тоже все сделаны из керамогранита. У нас сама терраса порядка 25 квадратных метров, но так как она еще немножечко увеличивается из-за зоны, которую мы тоже сделали, плитка, то есть она по факту получается больше. Также выполнены декоративные перголы из профиля 100 на 100, толщина 3 миллиметра. По бокам дома здесь расстояние от дома до забора 3,5 метра. У нас выделены зоны подозеленения, но вы также их можете, грубо говоря, потом сделать и под свои нужды. Поставить какой-то тоже, опять же, столик, камин или что-то такое сделать. Также с этой стороны у нас абсолютно такое же помещение. Мы его подсыпем черноземом и, ну, это лично мой совет, я бы посоветовал высадить какие-то либо декоративные деревья, кустарники, либо какие-то плодовые можно деревья посадить, которые будут вас каждый год радовать своим урожаем. Каждый участок по 5 соток, фасад участка 15 метров. И вот эта зона у нас уже выделена под вашей хотелкой. Что вам надо? Кому-то надо огород посадить, картошку, газон кому-то просто застелить, кому-то бассейн сделать, кому-то, ну, по-любому, беседку какую-то поставить, зону отдыха с мангалом. По всему периметру участка сделана дренажная система. Вода на этих уровнях не скапливается. Там у нас выведена самая нижняя точка. И по договоренности с соседями они к нам подключаются и уже сливы дождевой воды уходят на дорогу. То, что осадки попадают на дом, у нас уходит за забор при въездной группе. Здесь у нас подпорная стена, так как участок был с большим уклоном на самом деле. Мы все вот эти моменты подсыпали, чтобы максимально выровнять ваши участки. Вот вроде бы живете в гористой местности, а получаете дом почти с ровным участком. Между соседями будет евро-штакетник, он будет двухсторонний. И вы, и ваш сосед будут видеть красивый забор. Канализация у нас септик, это два трехметровых кольца, также снизу подсыпаны щебнем. Как можете видеть, что вода в них не стоит. Это, опять же, из-за того, что мы сделали на участках дренажную систему. Все несущие элементы, такие как лента фундамента, дом у нас на ленточном фундаменте, колонны и ригеля в перекрытиях выполнены из 16-й арматуры. Фундамент у нас на 80 сантиметров закопан вниз и на метр цоколя мы его вводим наверх. Общая ширина фундамента с фундаментной плитой, она у нас составляет 1,80 метра. Все вспомогательные каркасные элементы, они выполнены из 12-й арматуры. Это заборы, подпорные стены, плиты перекрытия собраны в два слоя 12-й арматуры и еще перевязаны балками, которые держат у нас балконы из 16-й арматуры. Блок дома у нас 32-й, с тремя отсеками, колонны 40 на 40. Половина дома у нас монолитная. Монолитная стена здесь тоже 40 сантиметров, она еще шире, чем блок. Это сделано для того, чтобы удерживать грунты, которые мы подсыпаем наверх, чтобы выровнять участок. И у вас геометрия дома ничего никогда не потрескалась и ничего не потерялось. Плита перекрытия второго этажа у нас заливается тоже из монолита. Вот можете посмотреть толщину перекрытия, она на самом деле 20 сантиметров. Плита перекрытия второго этажа у нас такая же. Пирог кровли мы собираем, это у нас плита перекрытия 20 сантиметров, два слоя утеплителя, пеноплекс. Потом мы на пеноплекс асбестоцементные плиты укладываем. Бестоцементные плиты мы забрасываем 20 сантиметров керамзита, который является тоже и шумоподавлением, и хорошим утеплителем. То есть у нас два пирога вообще утеплителя идет. Потом на керамзит мы делаем разуклонку, заливаем это все раствором марки М250. На раствор мы уже делаем гидроизоляцию в два слоя битумной мастикой и наплавляемую кровлю, то есть нижний слой и верхний слой. Наплавляемую кровлю у нас с фирмы Техно-Николь. Довольно хорошо показывает она себя и в морозных, и в жарких условиях, поэтому используем ее. Довольно-таки интересно у нас получился экскурс, но самый главный вопрос, как всегда, звучит, почем? Так, друзья, наверное, самый интересный вопрос, сколько это все стоит. Готовые дома с благоустроенной территорией, с озеленением, с газоном, с подсыпанным черноземом у нас на данный момент начинаются от 12,5 миллионов. Вернее, не начинаются, они все по одной и той же стоимости. У нас нет градации какой-то дешевле, какой-то дороже, потому что сдаем мы их все в одно время. 12,5 миллионов – это цена полная в договоре. Мы продаем от юрлица, платим все налоги. И, естественно, вы можете использовать все ипотечные программы господдержка, которая с минимальной ставкой. Вы можете включать сюда материнский капитал, вы можете получить налоговый вычет с этих домов. Поэтому все дороги, в принципе, по кубке этого дома у вас открыты. Если понравились данные объекты, звоните мне по номеру телефона 8 929 825 32 92. Меня зовут Илья. Помимо строительства мы предоставляем все услуги по недвижимости. То есть это покупка, продажа, приобретение в ипотеку. Также мы занимаемся ремонтом и отделкой под ключ. Но на данный момент сейчас перешли на главное, наверное, наше сейчас направление в нашей компании – это строительство жилых домов. Поэтому если вам нужно построить вам дом, обращайтесь также к нам по этому номеру телефона. Сделаем вам проект, подберем вам участок. Сделаем вам проект на ваш участок, если он у вас уже есть. И построим ваш дом мечты за довольно короткое время. От души, ребят, всем спасибо огромное за просмотр этого нашего рекламного видеосюжета. И будем надеяться на вашу поддержку в комментариях, лайках, репостах. Может быть, вы знаете того, кто ищет свой дом мечты на юге, недалеко от моря, чтобы вот так вот в январе плюс 18 градусов ловить солнышко и дышать морским воздухом. Всем пока-пока. До скорой встречи.